Сегодня у нас очередной обзор оперативного совещания в правительстве Республики Башкортостан. Вчера это совещание прошло в новом уже формате, в формате учебного класса. Ученики сидели по рядам. Было жарковато, но, видимо, кондиционеры работали. Однако, надо отметить, что единственным пришедшим в рубашечке с коротким рукавом был Ростислав Мурзагулов. Ради Хабиров в этот раз опоздал на традиционные 7 минут. Совещание было достаточно компактным и относительно содержательным. Традиционно первый доклад был об оперативной обстановке в ЖКХ и на дорогах. Ничего по содержанию в этом докладе не было примечательного, кроме того, что Хабиров напомнил Мухаммедьянову о том, что дословно у нас 26-го госсовет с президентом Российской Федерации по безопасности движения. Давайте к нему готовиться. Вот эти слова вызвали совершенно необычную реакцию в окружающей среде. Вот подобное построение фразы «У нас госсовет» было истолковано так, что Путин приезжает 26-го в Уфу. В СМИ началась легкая паника. Пару изданий даже опубликовала новость о том, что 26-го июня Владимир Владимирович Путин посетит Уфу. На самом деле это совсем не так. Просто Ради Фаритович заигрался. Немножко уже его вот эта позиция ввергла его в какую-то звездную болезнь. Это у нас в Кремле, Ради Фаритович? Ну, в общем, нет. Конечно, Путин не приезжает, но, тем не менее, к госсовету начинают готовиться. И эта подготовка, кстати говоря, третью неделю подряд отменила фактически стройчас. Три недели подряд Ради Фаритович игнорирует проблему обманутых дольщиков, судя по всему, потеряв всякий интерес к этой проблеме, поняв, что никаких дивидендов и плюсов он с этой проблемой не поимеет, а проблем становится у него у самого все больше, потому обманутые дольщики теперь уже не актуальны. Второй доклад оперативки был за министром здравоохранения Забелином Максимом Васильевичем. И тема этого доклада была о привлечении медицинских кадров в учреждения здравоохранения республики. По этому вопросу разговаривали много, и до этого Забелин, в общем-то, ничего нового не сказал. Сообщил о том, что дефицит кадров постепенно сокращается с учетом объема оказанной медицинской помощи, что в переводе на русский язык означает, что не сумев привлечь дополнительных врачей в сельскую местность и районы, решили уменьшить количество оказываемой медицинской помощи, тем самым привести пропорцию врач-услуга к нормативу по России. Далее Максим Васильевич попробовал жонглировать цифрами, сообщил о том, что у него 230 врачей прибыло в районы, и 27 врачей убыло из службы скорой помощи, рассказал о том, как он пробует привлекать врачей в районы, там всякие стимулирующие факторы, мы дадим квартиры, мы дадим участки, но в цифрах это звучало, конечно, весьма скромно. Речь шла об одной, двух или трех квартирах на целый район. В общем, механизма стимулирования прихода врачей в районы и в деревни, очевидно, не существует. Далее Забелин рассказал о том, что у нас в этом году готовится к выпуску 4 тысячи 5 студентов медицинского вуза, из которых тысяча с небольшим планирует идти работать в медицинские учреждения бюджетной сферы. Надо отметить, что на фоне вот этих вот статистик по студентам, именно вчера вышла новость о том, что в Российской Федерации на 25% сокращается количество бюджетных мест в вузах. Соответственно, вот этих бесплатных врачей, тех, кто учится на бюджете и будет обязан отработать хотя бы 3 года в деревне или в районе, станет на 25% меньше, и перспектива у Максима Васильевича в дальнейшем привлекать студентов-медиков к работе на селе становится все меньше. Ну, вообще, практически все доклады, которые прозвучали на вчерашней оперативке, завершались попытками Хабирова вытянуть из докладчиков некие достижения. Даже когда докладчики не рапортовали о каких-то успехах, Хабиров пытался навести их на эту цель, чтобы они закончили это выступление какой-нибудь победной реляцией. В принципе, Забелин, который почти ничего оптимистичного нам не рассказывал, в конце тоже был вынужден перейти к подобным заявлениям. Например, он сказал, что доступность медицинской помощи в Башкирии резко выросла. И господин Забелин заявил, что 82% обращающихся за медицинской помощью обеспечены приемом в тот же день. Вот это на самом деле, на мой взгляд, наглое вранье, потому что со всех концов и из всех щелей звучит, что записаться к врачу невозможно. Однако в иллюзорном мире Максима Васильевича 82% граждан спокойно запишиваются к любому специалисту на прием. В первый же день обращения 10% записываются на второй-третий день. И всего лишь 8% получают медицинскую помощь в течение 3-10 суток после обращения. На самом деле, люди иногда не могут месяцами записаться к специалистам. Некоторых специалистов просто нет в больницах и поликлиниках. Соответственно, конечно, вот это уже как бы страна грез Максима Васильевича. Дальше Хабиров вот именно дальше начал наводить на мысль Забелина. Жалоб же стало меньше, стал вот так вот намекать Хабиров. Но тут Забелин, конечно, сдался, смирился и сказал, да, конечно, ради Фаридовича. Жалоб стало вообще, ну, прям сильно-сильно меньше. Хабиров сказал, мы тут 300 миллионов выделяем врачам на привлечение их в деревню. Только скажите, выделим еще. В общем, ну вот на этом купим все. Можно было бы и завершить разговор. Но Хабиров все-таки, у меня есть такое подозрение, что он где-то реальную информацию черпает. Иногда она из него начинает как бы там это, выходить наружу. Вдруг он заговорил про Салават и говорит, вот Салавату надо помочь, надо провести там выездное совещание. Ну, выездное совещание, это, как известно, панацея от любых проблем. Там, дороги, медицина, образование, везде, где проблема, там, война, холера, чума, не вопрос. Надо провести выездное совещание правительства Республики Башкортостан, и проблема будет снята. Так вот, значит, Хабиров потребовал провести в Салавате выездное совещание по теме снабжения врачами, обеспечения врачами, потому что у него там сложилась катастрофа. Также Хабиров отметил Забелину, что потеря 27 врачей скорой помощи – это, на его взгляд, катастрофа. Забелин вяло попытался отбиться, сообщив, что, несмотря на чудовищный отток специалистов из службы скорой помощи, ему удается каким-то фантастическим образом выполнять все нормативы доезда и оказания вот этой помощи. Ну, в общем, на этом, слава богу, вот этот достаточно разгромный вопрос был закрыт, и перешли к следующему вопросу оперативки. Третьим вопросом оперативки был очень некомфортный вопрос, который вообще, конечно, был ни в кассу, ни в тему, и ни о каких победах, как бы, близко речь не могла идти. И вопрос этот был о плановом изменении тарифов ЖКХ. Вот за этой достаточно лукавой формулировкой, на самом деле, скрывается формулировка попроще и попонятнее – о росте тарифов ЖКХ в Республике Башкортостан. Доклад делала председатель Госкомитета Республики по тарифам, Светлана Николаевна Бурдюк. Она сообщила нам, что уже с 2012 года регулярно каждый год повышаются тарифы в Республике Башкортостан. Светлана Николаевна поведала нам о структуре расходов граждан на оплату ЖКХ, и в этой структуре 47 с лишним процентов занимает оплата за тепло. Вот это очень важный момент, который мы про себя отметим, он понадобится нам в дальнейшем. На следующей неделе тарифы ЖКХ в Республике вырастут, в соответствии с всякими нормативными пределами, которые вводит правительство и так далее. Светлана Николаевна сообщила нам, что в Башкирии стоимость тепла увеличится практически на 2% и составит 36 рублей за гигакалорию, что в среднем выше, чем стоимость тепла по Павловскому федеральному округу. Также мы занимаем второе место по стоимости газа в ПФО, что на самом деле странно для республики, которая добывает достаточно много газа и нефти, но тем не менее мы платим 7 рублей 20 копеек за кубический метр газа, тогда как, например, в Саратове платят всего 5 рублей 27 копеек. Существенная разница, согласитесь. То есть практически на 30% мы платим дороже, чем саратовцы. Ну, дальше там была целая куча всяких цифр и так далее. Светлана Николаевна всячески утешала нас тем, что рост тарифов ЖКХ произойдет всего лишь на 2%, не более. Она всячески клялась, что это никак не отразится на кошельках граждан. Поговорили о тарифах на вот этих вот пресловутых тарифах на вывоз твердокоммунальных отходов. Ну, тут тоже интересная история. Мы где-то в середине ценовой политики по Павловскому федеральному округу. Например, в Кировской области вывоз одного кубометра отходов обходится в 993 рубля. В республике Башкортостан в 591 рубль за кубометр. А вот в соседней республике Татарстан в 439. Опять татары нас обыграли. Несмотря на чудовищный уровень проституции в Татарстане, по мнению некоторых наших художников, вот с мусором у них все значительно лучше. Упомянув о странном соблюдении балансов интересов, Светлана Николаевна остановилась на том, что вообще очень важно для понимания ситуации с тарифами на твердокоммунальные отходы. Светлана Николаевна открыла нам страшную тайну экономической конструкции вот этой аферы, которую в правительстве почему-то называют мусорной реформой. Она сообщила нам, что в тариф по вывозу мусора включены, внимание, расходы утвержденных инвест-программ. Это означает, что население, оплачивая вывоз мусора, по сути инвестирует своими платежами в эти программы деньги. Программы эти, в общем-то, сориентированы на частный бизнес. Все практически операторы по вывозу мусора у нас частные компании. И фактически 87 инвест-программ на общую сумму 6 миллиардов рублей, связанных с вывозом твердокоммунальных отходов в республике Башкортостан, финансируются из оплаты населения. И у меня один только вопрос остается. Если уж мы платим, вносим деньги в инвест-программы, которые там с успехом или неуспехом реализуются в пользу каких-то частных инвесторов, ну почему мы тогда не акционеры вот этих вот операторов по вывозу мусора? То есть каждый месяц, платя за твердокоммунальные отходы, за вывоз этих отходов, мы на самом деле платим не за вывоз отходов, мы вносим деньги в инвест-программы, которые пойдут в пользу вот этих частников. Ну уж тут Светлана Николаевна вообще проговорилась так проговорилась. Ну, в общем, дальше заговорили про УФУ, и в УФЕ случится с тарифами на ЖКХ следующее. Отдельно остановившись на росте ЖКХ в УФЕ, Светлана Николаевна пообещала нам, что в общем тариф на ЖКХ, там довольно путанно все меняется, тепло вот настолько дорожает, вода настолько, водоотведение настолько, ну в общем, целом и среднем, платежка на ЖКХ не должна вырасти более чем на 2,08%. В принципе, чтобы проверить вот это утверждение Светланы Николаевны, достаточно будет в конце июля сравнить платежку с платежкой на конец июня. Несложные математические вычисления должны показать, насколько выросла эта сумма, и если эта сумма будет за пределами 2,08%, значит Светлана Николаевна нас опять злостно обманула. В конце вот этого доклада о росте тарифов ЖКХ, господин Хабиров все-таки попытался вывести мадам Бурдюк на оптимизм и достижения, дословно цитируя, он сказал так, главный вывод, который мы делаем, у нас превышение предельных ограничений роста не происходит. Но это тот самый знаменитый рост падения, да? То есть попытка выставить рост тарифов ЖКХ как некое достижение, по крайней мере, в рамках каких-то ограничений, но это вообще смешно. Честно говоря, мало кто вот эту абракадабру сможет разобрать. В принципе, на этом вопрос роста тарифов ЖКХ вчера на обсуждение был закончен. Четвертым вопросом оперативки был вопрос производственного травматизма. Не будем на нем останавливаться подробно. Отметим только, что так же, как и в остальных вопросах, была предпринята попытка изобразить достижения. На самом деле цифры травматизма в республике последние два года снижались. Однако данные пяти месяцев 2019 года дают прогноз либо о росте в этом году смертности на производстве, либо о том, что этот уровень останется тем же, что и в 2018 году. В конце доклада Хабиров опять попробовал сообщить о том, что мы же все-таки спасаем жизнью, мы сокращаем. На самом деле нет, не сокращаем. На примере Сибайского УГОКа понятно, что это стабильная достаточно цифра. К сожалению, люди гибнут и травмируются на производстве. Отмечу также одну любопытную вещь. Господин Мельников, министр труда, семьи и всеобщего счастья, сказал, что оказывается существует государственная программа по пропаганде охраны труда, и на нее ни много ни мало 700 миллионов выделено в текущем году. Однако муниципалитеты и производство, и крупные предприятия очень неохотно в нее вступают. Он попросил помощи Хабирова в освоении этих 700 миллионов. Вообще вот это, конечно, такая история, когда на пропаганду правильного образа организации трудовых процессов и производственных процессов со стороны какого-то министерства тратится аж 700 миллионов. Это, конечно, яркий пример того, как впустую на ветер у нас бросаются крупные суммы денег. Но господин Мельников, в общем, попросил Радио Фаридовича помочь освоить эти 700 миллионов. Пятым и финальным вопросом оперативного совещания был вопрос об электронной сертификации продуктов животноводства в Республике Башкортостан. Вопрос, прямо скажем, не фундаментальный и не главный. Доклад делал главный ветеринарный врач господин Зиганшин, который сообщил, что в России с неимоверным успехом идет реформа вот этого электронного оборота продуктов животноводства, что к 1 ноября каждый кусок мяса и каждый глоток молока будет на учете у государства. Главное, что рассказал интересного из этого доклада господин Зиганшин, было то, что уже с 1 июля во всех магазинах в Республике Башкортостан настоящее молоко должно быть отделено от фальшивого. То есть те молочные продукты или псевдомолочные продукты, которые содержат хоть сколько-нибудь растительных жиров, должны продаваться на отдельных полках и соответствующим образом маркироваться. Ну, посмотрим, насколько смогут наши супермаркеты справиться с этой неимоверной задачей. А самое главное, мы увидим, сколько у нас на полках настоящего молока, а сколько вот этих суррогатов, которые заполонили всю торговлю. Также господин Зиганшин рассказал о своем открытии, о том, что оказывается мясо в блоках, основной объем мяса, которым питается население, в Республике Башкортостан не местного происхождения, и, как он с тревогой заметил, даже не российского происхождения. Господин Зиганшин, видимо, не знает, что абсолютными лидерами производства мяса в мире являются Аргентина и Австралия, а также в такие страны, в которых очень слабо развито животноводство, как Россия, поступает огромное количество мяса, например, из Индии и из Монголии. Ну и, как стало уже традиционно на всех этих оперативках, далее последовала Лавердей от Хабирова. Я, честно говоря, полагал, что он длинно, подробно и с благодарностью расскажет о том, как они здорово провели время в Сибае, как они играли в обнимашки и боролись со Стивеном Сигалом, но, видимо, понимая, что приезд вот этого, в общем-то, канувшего в лету борца с огромным животом не вызвал в республике Башкортостан того восторга, на который рассчитывал, Хабиров о Сигале ни словом не упомянул. Хабиров сказал, что впереди у нас 28 июня всемирный Курултай Башкир, и вот тут случился очень важный момент. Он обратился к Сизякину с такими словами. «Повестку Курултая вы, Александр Геннадьевич, сформировали». Вот тут я, честно говоря, задумался. В последнее время много всяких событий по поводу опять каких-то проявлений башкирской идентичности, каких-то организаций, попытки выезда каким-нибудь холмам и горам, посидеть и посовещаться там между собой о судьбах башкирского народа. Уважаемые башкирские активисты, дорогие братья башкиры, пожалуйста, обратите внимание, что повестку всемирного Курултая Башкир у вас формирует Александр Геннадьевич Сидякин. Вот этим фактом сказано все. Хватит уже кривляться, хватит изображать вот эту самостоятельность, вот этот наш полуалкогольный всемирный Курултай Башкир, который чуть было не закупился на весь бюджет винищем, чтобы отпраздновать это событие, значит, это все на самом деле фикция. Вот этот вот ваш предводитель этого всемирного, всегалактического Курултая Башкир, как только получил первые денежки из бюджета, тут же купил себе Тойоту Камри. Он купил себе ни юрту, ни коня, ни лук со стрелами, он купил себе Тойоту Камри. Поймите вот это. То есть вот эта вот имитационность вот этих всех вот событий, по-моему, уже превысила уровень вот этой имитации, который был даже при Хамитове. Хабиров не мог не похвалить себя на этом совещании и в конце похвалил. Он сообщил, что он побывал все-таки на крупном таком Сабантуево-Бзелиловском районе. Там собралось, по его мнению, 30-35 тысяч человек на поле. И все были трезвые. Хабиров с таким восторгом сказал, ну ни одного пьяного не видел. И так как-то очень самодовольно так сказал, ну, наверное, снизился уровень смертности от алкогольных отравлений в Бзелиловском районе. Я тоже надеюсь, что в Бзелиловском районе существенно снизился уровень смертности от отравления алкоголем в результате приезда туда ради Фаритовича Хабирова. Редактор субтитров А.Семкин